Насколько вы рассчитываете голов в хозяйство? Ой, я еще не знаю. Растерянность Вадима Мельникова понятна. Он пришел с вопросом, а под него уже почти что программу формируют. Приехал на прием к губернатору мужчина из Березовского района. И не только ради себя, а для всех владельцев личных подсобных хозяйств. Вадим просит расширить грантовую программу. Сегодня она работает только для тех, кто занимается растения и водством. Начинающий фермер предлагает добавить туда еще и разведение птиц, мелкого рогатого скота и пчеловодства. До этого занимался птицей, как-то помасштабней. Но у нас не получилось. Возможно, если бы была поддержка на то время, то возможно бы и справились. Ваше предложение абсолютно справедливо. Министру сельского хозяйства поручение такое сформулировано, чтобы он проработал вместе с вами, с профессиональным сообществом. И уже с 2024 года, чтобы решение было принято. Еще с одной просьбой к губернатору обратилась Анна Невзгодина из Минусинского района. У жителей большая проблема. Пациента в Знаменскую больницу увозит автомобиль, который сильно изношен. При том, что некоторые населенные пункты аж в 70 километрах от райцентра. Это не дает медикам в полной мере выполнять свои обязанности. То есть посещать больных на дому, например, осуществлять патронаж новорожденных, своевременно доставлять анализы в межрайонную Минусинскую больницу. Особенно острая вот эта нехватка нового медицинского транспорта ощущается, когда происходит всплеск вирусных заболеваний. В рамках национального проекта здравоохранения, нашей краевой программы здравоохранения, мы действительно каждый год автомобили покупаем. Я на прошлой неделе докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что мы купили с 2019 года 775 новых автомобилей и включают 220 скорой помощи. Поэтому эту программу мы точно будем дальше продолжать, понимаем, насколько она нужна, востребована. Уверен, что все решения мы сможем оперативно принять. Найти необходимое авто для Знаменской больницы Михаил Котюков поручил Министерству здравоохранения. Жители Новоселовского района попросили главу региона отремонтировать 8 километров трассы Енисей-Шира. Магистраль находится далеко в не лучшем состоянии. Каждый день езжу по этой дороге, и поэтому мне по наслышке знают все проблемы. Поручу Министерству транспорта вместе с Новоселовским районом этот участок дороги посмотреть в приоритетном порядке. Кто-то лично приезжает на встречу к Михаилу Котюкову, кто-то подключается по видео. Но способ связи значения не имеет. Озвученные проблемы должны решить уже в следующем году. Алена Крошененникова, Новости Прима.